добрый день дорогие друзья вы находитесь на канале смокерс магазин и сегодня мы поговорим хоть и о табакокурении но все же в необычном для нашего с вами канала формате вообще с тех времен с которых прослеживается история табака что с ним только не делали его жевали варили из него джемы делали отвары припарки ингаляции и массу таких вещей которые сегодня нам покажутся мягко говоря странными однако только лишь курение табака из всех способов его потребления получила сегодня поистине мировое признание а курение табака из трубки стала неотъемлемой частью истории табакокурения и вот о некоторых фактах этой самой истории мы с вами и поговорим сегодня сэр уолтер элли капер известный немалым количеством своих пиратских покаждений благодаря которому собственно табак и появился в англии сам был известным поклонником курения табака из трубки во многом благодаря именно ему табак быстро обрел популярность в англии однако несмотря на все его заслуги перед короной он все же был казнен 29 октября 1618 года поднимаясь на эшафот реле взял собой курительную трубку и по одной из версий держал ее в зубах когда на шею ему опускался топор палача кстати его голову в специально сшитом для этого мешочки почти 30 лет хранила у себя вдова уолтера реле вот уж не знаю с трубка или без однако после казни в камере реле был найден тесет табака на котором на латыни была вышита надпись он был моим товарищем в самые темные времена действительно уолтер реле сыграл важную роль в популяризации табака в англии ему же принадлежит и авторство многих трубочных аксессуаров о чем пишет эрик бёрнс в своей книге дым богов изданной в 2007 году и посвященной истории табака среди этих аксессуаров упоминается прототип современного тампера изготовленные по заказу реле с драгоценных металлов спицы и ложечки для очистки чаш и дым каналов курительных трубок ножи различных конфигураций для нарезки табака щипчики которыми можно было доставать табак из табакерки и укладывать в чашу трубки за сэром реле страсть курительным аксессуаром лихо пошла в массы и как пишет эрик через некоторое время за знатными и модными курильщиками следовал отдельный помощник носивший за своим господином огромное количество всевозможных курительных аксессуаров не покидая границ англии но слегка переместившись во времени можно отметить тот факт что в 1965 году в британской империи ассоциации продавцов бриаровых курительных трубок было инициировано ежегодное вручение премий и присвоение титула в курильщик трубки года этого почетного звания удостаивались известные персоны являющиеся также курильщиками трубки решение принимал британский совет курильщиков трубки и первым обладателем титула стал актер рупер дэвис также в разное время премию достаивались магнус магнусом джереми брэд ричард анкел последним номинантом 2004 году стал стивен фрай из-за ужесточившегося законодательства организаторам пришлось отказаться от проведения церемонии награждения и от всего того что с этим было связано спустя 10 лет ассоциация трубочных клубов великобритании попыталась восстановить эту традицию но масштабы церемоний были уже не те при том что среди представителей человечества немало людей выдающихся и даже великих известных в том числе и своим пристрастием к курению трубки каждому более или менее образованному человеку в качестве иллюстрации к словосочетанию курения трубки практически всегда выбирается персона никогда не существовавшая речь конечно же идет о шерлоке холмсе однако справедливости ради стоит отметить и то что приверженцы прочих способов курения табака не имеют столь мощной однозначно идентифицируемой эмблемы своего сообщества говоря о курительных трубках и курильщиках нельзя обойти стороной и само курение и не отметить тот факт что курение трубки успокаивает и это действительно так во многом этому способствует ритуал подготовки к курению не терпящий суеты и спешки человек держащий уже раскуренную трубку во рту или в руках практически не делает резких движений из-за опасений сломать трубку рассыпать леющий табак или пепел это все приводит к планомерному снижению двигательной активности и успокоению способствует успокоению и созерцание медленно тающих клубов табачного дыма джакома казанова приводя в своей книге слова юсуфа писал что наблюдение за дымом одно из главных удовольствий получаемых от курения казанова соглашался со своим собеседником однако с оговоркой считая что трубку можно полагать истинным удовольствием но лишь когда табак не всем хорош действительно ведь если в любимой трубке дымится вкусный табак то мы сознательно или нет стремимся растянуть получение удовольствия во времени замедляя все свои действия и окончательно успокаиваясь однако этот факт нельзя назвать неоспоримым курение дурного табака из плохо сделанной трубки способна вызвать противоположный эффект в конце 19 столетия в немецком университетском городке геттинге буквально кишащим студентами чьими неизменными спутниками в то время были портфель набитый книгами и курительная трубка самыми успешными коммерческими предприятиями были торговля книгами трубками и табаком настолько что в какой-то момент у заезжих гостей создавалось впечатление что ничем иным в городе не торгуют коль скоро мы заговорили о табаке то не станем умалчивать и тот факт что амбра или попросту рвота кашелота очень популярная вещь парфюмерии в конце того же 19 века наряду с бобами танка использовалась в качестве добавки в табак некоторые сигаретные производства используют эту добавку и в наши дни своей популяризации табак обязан служителям культа и людям стоявшему власти основным мотивом подобного продвижения была жажда личной выгоды начиная от индейских шаманов живших за счет подношения и заканчивая представителями различных палат советов и монархами теперь представители этих же в кавычках профессий пытаются заставить нас бросить курить это факт однако совсем не факт что делают они это из каких-либо других побуждений хочется вспомнить еще один пусть и общеизвестный факт по данным различных социологических исследований альберт энштейн является самым известным из когда-либо живших или ныне живущих курильщиков трубки самым известным борцом с курением является адольф гитлер ну и напоследок такой забавный факт термин курение в его англоязычном виде получил широкое распространение лишь в конце 18 века до этого курение называли сухим пьянством видимо поэтому курильщикам трубки и сигар свойственно собираться в клубы дабы не пьянствовать в одиночку но даже здесь у курильщиков трубки есть небольшое преимущество наполненный чаши трубок у меня все конечно же все вышеперечисленное не отменяет того факта что табакокурение может нанести непоправимый ущерб нашему здоровью так что не стоит воспринимать что-либо из сказанного в качестве руководства к действию берегите себя и до встречи на канале Смокерс Магазин